Сила молитвы согласия Спас нас, чтобы восстановить наши отношения с Богом Посредством молитвы, диалога, наших слов, обращенных к Нему И Божьих слов к нам Мы учимся слушаться и имеем близкое общение с Ним В Евангелии от Матфея 6, главе 6 стихе Записаны слова из Нагорной проповеди Иисуса Там сказано Ты же, когда молишься, войди в комнату твою И затворив дверь твою То есть важно уединиться Пребывать в покое Помолись Отцу твоему, который втайне И Отец твой, ведущий тайное, воздаст тебе явно Бог радуется каждому христианину Который поднимает к нему молитву И ищет его всем сердцем Он вознаграждает такого человека Хотелось бы рассмотреть еще один отрывок наряду с Евангелием от Матфея 6 главой 6 стихом Давайте посмотрим на то же самое Евангелие от Матфея Только теперь 18 главу с 19 стиха Иисус говорит Истинно так же говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле «Просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» Итак, написано «если двое согласятся» На греческом языке слово «согласиться» звучит как симфония Что обозначает гармония Мы можем быть совершенно разными Но если мы в гармонии и в единстве соглашаемся просить о чем-то Если мы имеем одно сердце, одну душу, одну мысль Бог обещает, что Он услышит нас и даст то, о чем просим Какое прекрасное обещание Какая сила высвобождается, когда двое соглашаются молиться и просить об этом Это единство создается Духом Святым, который изливается в наши сердца и дает нам убеждение Он дает нам единство в Духе и позволяет нам молиться таким образом Именно поэтому вдохновляю вас молиться не только наедине Но также соединиться с одним человеком, с группой людей Или даже с большой церковью, чтобы пережить силу молитвы согласия Приведу вам два примера из жизни моей семьи В семье крайне важно молиться в согласии Было время, когда один из наших детей постоянно страдал от инфекции Несмотря на лечение, проблема не разрешалась Мы с супругой решили посвятить каждый вечер посту и молитве, пока не получим ответа Мы приняли решение согласии просить о чем-то Конечно же, родителям, которые видят, как страдает их ребенок, легко договориться о совместной молитве Итак, мы получили ответ, и Бог вмешался Я воздаю всю славу только Ему Через какое-то время у нас возникла другая ситуация Мы стояли на перепуте и должны были выбрать новый путь для нашей семьи Мы молились, говорили, размышляли об этом И моя жена нуждалась в подтверждении Она сказала Господь, ты должен проговорить мне через того, кто не знает ничего о нашей ситуации Однажды на семейном богослужении мы молились и прославляли вместе с нашими детьми Потом мы прочитали отрывок из Библии, но уже не помню какой, если честно В какой-то момент мы спросили у детей Дети, может быть, вы бы хотели что-то сказать? Может быть, у вас есть какое-то слово на сердце? Мы спросили просто так, совершенно спонтанно Именно в этот момент наша дочь проговорила стих, который я раньше не слышал из ее уст Она сказала, вот, я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее Это слово невероятным образом коснулось сердца моей жены И она приняла его как подтверждение выбора, который мы собирались делать Единая молитва согласия жизненно необходима Можно привести много примеров из Библии, но я озвучу один или два примера В книге Деяний мы видим, что апостол Павел в какой-то момент находился в городе, где его отвергли Его буквально побили камнями И оставили умирать за чертой города Библия говорит, что ученики, друзья, христиане в простоте сердца окружили его Слово даже не говорит о том, что они молились какой-то определенной молитвой Они, видя его страдания, просто окружили его в любви и единстве Затем Павел встал и вернулся в город Вот это и есть чудо Петр был заключен в темницу, и церковь не переставала молиться за него Писание говорит нам, что в какой-то момент ангел открыл железные двери темницы одну за другой, чтобы освободить Петра Это невероятное чудо произошло благодаря прилежной единой молитве Я завершаю следующими словами Ищите такой уровень единства, когда вы в гармонии соглашаетесь с молитвом Проясняя все, что необходимо прояснить Будем разрушать стены, избавляться от разделений в сердце по отношению друг к другу Для того, чтобы сила Божия давала ответы на наши молитвы Друзья, настало время молиться Хочу еще раз повторить Настало время молиться о мире в Европе Для всех, кто нас смотрит, настало время молиться Молитесь с молитвой согласия Читайте Слово Божие И позвольте Богу наполнить вас своей волей Получите силу Духа Святого, который сам будет отвечать 132-й псалом открывает нам нечто прекрасное Как хорошо и как приятно жить братьям вместе И в конце этого псалма написано Ибо там заповедал Господь благословение Когда вы едины, когда вы вместе и молитесь в гармонии Бог заповедает благословению прийти в вашу ситуацию и в вашу жизнь Очень желаю этого для каждого из вас И буду рад слышать вашу историю о том, как Бог ответил на молитву согласия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова